Буквально вчера из Испании города Сарагоса вернулась сборная России, в составе которой выступали 4 миасских спортсмена Федерации каратэ Киоку Синкай. А сегодня их принимал глава администрации. Миасским ребятам выпала высочайшая честь представлять сборную России на чемпионате Европы. В этом году в нем приняли участие спортсмены из 22 стран, всего около полутысячи каратистов. Наши спортсмены выступали под руководством известных миасских тренеров Юрия Алешина, Руслана Хисматулина и Сергея Киприянова. К чемпионату наша сборная готовилась несколько лет. Спортсмены из миассской городской федерации каратэ и федерации спортивных единоборств Ринг неоднократно становились призерами областных, региональных и всероссийских соревнований, проходили сетку отборочных туров. В чемпионате Европы миассцам удалось достигнуть очень высоких результатов. Два спортсмена стали чемпионами Европы и двое серебряными призерами. В категории 12-13 лет до 50 килограмм первое место занял Михайлов Дмитрий, выигравший 4 боя. Второе место Лев Домашенко, одержавший победу в трех боях из четырех возможных. В категории от 18 лет первое место занял Абрамов Денис, выигравший 5 боев. Полуфинальный бой достаточно тяжело ему дался. Именно психологическая неуверенность сыграла. Но благодаря тренерскому совету, мы сидели, секундировали, подсказывали, он сумел себя переломить. И на финальный бой вышел уже полностью смотивирован на результат. Против него был чемпион мира, чемпион России. По каратесу тоже сборник России. И финальный бой он выиграл намного лучше. То есть, ввиду явного преимущества, там не было психологической неуверенности. То есть, именно было, к сожалению, только первое место и все. На втором месте среди девушек в категории от 18 лет Виноградова Александра. Ей в трех боях пришлось бороться с испанками. Несмотря на предвзятость судейства, ей удалось занять достойное место. Следующий шаг у сборной Челябинской области – первенство мира. Ребята признаются, что они ехали в Испанию с настроем на высокий результат. Упорство и вера в победу сыграли свою роль. Большое спасибо от всех жителей Миаса за те силы, которые вы вложили, принеся победу в первую очередь себе, своей семье, внеся свою строчку в имя всей нашей страны, заслужив призовые места, став первыми. И от всех жителей Миаса вам большое спасибо, что и Миас в свою очередь оказался снова впереди и не только нашей страны, но и Европы. По окончании встречи Евгений Степовик поблагодарил ребят и тренеров, а также пообещал моральную и материальную поддержку в будущем. Тот результат, который наши спортсмены, наши чемпионы привезли из Европы, из Испании, это, конечно, впервые, когда именно карате. И мы воспитали наш город Миас, наши тренера, воспитали спортсменов, получивших первые места в Европе, именно в области карате. То содействие, которое на сегодняшний день мы стали оказывать, это некий симбиоз, то есть это объединение именно сил города и сил области, то есть Министерства спорта и туризма Челябинской области, которое и в данной поездке направило более 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей на именно отправку нашей команды в Испанию. По итогам будет выделено еще ориентировочно 200 тысяч рублей, скажем так, по линии Министерства спорта и туризма Челябинской области, совместная с администрацией города Миаса, на подготовку организационных сборов, двух организационных сборов, которые должны еще больше подготовить наших, сильнее подготовить наших миасских спортсменов к чемпионату мира, на которые мы вкладываем большие надежды и надеемся, что благодаря вот тому тренерскому потенциалу, тем ребятам, которые на сегодняшний день показали класс, будет достигнут успех, их успех на чемпионате мира, который будет проходить в декабре текущего года.